Привет, друзья! Сейчас будет очень интересное интервью с Александрой, который живет в Нидерландах. Давно мне хотелось побеседовать с кем-то, кто живет в Европе, и вот у нас сейчас отличный шанс. Александра, привет! Привет, Вадим! Очень приятно тебя видеть и слышать. Спасибо огромное за то, что согласилась так побеседовать. Расскажи вкратце немного о себе. Я знаю, что у тебя есть свой YouTube-канал, где ты рассказываешь про жизнь в Нидерландах, но так вкратце для моих зрителей представься. Да, да, да. Меня зовут Александра, как вы уже знаете, как меня Вадим представил. Я вообще родом из Москвы, из России. Я полтора года прожила в Нью-Йорке, учила там английский, путешествовала, после чего познакомилась со своим супругом и переехала в Нидерланды. В Нидерландах я уже живу 4 года. У меня нидерландский паспорт, то есть я гражданка уже Нидерландов. Отучилась здесь в университете, закончила магистратуру по международному праву и правам человека в нашем Дилбургском университете. Как серьезно? Да, а сейчас я занимаюсь таким, может быть, не особо серьезным, но очень важным делом. Я дома со своим малышом, у нас есть сыночек годовалый, которому год и три месяца зовут его Нейтан. И вот YouTube стал моим новым таким хобби, увлечением и, в общем, желанием поделиться с миром теми знаниями, тем опытом, который я успела накопить к своему возрасту, так будем говорить. Так, а теперь все вот это, давай немного по порядку. Знаешь, самое интересное, ты жила в Москве, так? И потом тебя судьбой забросило в Нью-Йорк. То есть Москва – это самый большой город в России, а Нью-Йорк – это, наверное, пожалуй, самый большой город в Америке. Да, согласна. На твой взгляд, что похоже, что, может быть, бросилось в глаза, к чему ты так и не смогла привыкнуть? Вот сравнить вот эти два города. Наверное, я смогла привыкнуть ко всему, потому что каким-то чудесным образом Нью-Йорк абсолютно попал мне вот прямо в сердце. Это прям абсолютно мой город. Там потрясающая энергетика, тебе кажется, что находишься такой вот прям в точке мира. Мы когда с Сергеем Гудин делали стрим, он сказал, что это как вот сердце, стучащее сердце мира, и ты вот в сердцевине. Вот действительно там есть такие ощущения. Меня поразило то, что все гораздо быстрее. У меня просто большое количество родственников живет там в провинции в России. Всегда говорят, ой, Москва, у вас такой шебутной город, все бегут, несутся. И мне казалось, что ну как бы, ну вот это… Ну куда же все быстрее? Уже нельзя. Да, да, да. И я просто в Нью-Йорке имела ощущение, что люди просто неслись с бешеной скоростью. Вот это, пожалуй, как бы меня действительно очень сильно удивило. А в остальном мне нравилось все, наверное, кроме крыс в метро. Крыс в метро? Да, в Нью-Йорке, ты не знал, Вадим, там большое количество крыс. Они такие прям, там живут целыми стаями, они там прыгают, скачут, вот прям на рельсах там. Это ужасно. Ну вот да, да, вот это, конечно. Слушай, это правда вот город, который не спит, Нью-Йорк? Это правда, да, да, действительно. И там бешеная энергетика. То есть ты приезжаешь на Тайм-сквер, выходишь, и там все в огнях, все горит, все так классно. Но я не знаю, там невозможно, мне кажется, унывать или депрессировать. Там ну как бы вот, да, you can make it here, you can make it anyway. А почему ты там не осталась? Ну на самом деле, остаться там было очень сложно. Там огромное количество людей живет нелегально. Это как бы считается нормально, так скажем, в кавычках. Люди могут жить по 10, 15, по 20 лет, потом какими-то вообще путем аферизма делают себе документы, придумывают, что они там геи, беженцы, я не знаю, там выходят замуж. Ну в общем, такой путь мне совершенно не подходил, да, своего какого-то человека я этот момент не встретила. А касательно учебы, учеба там просто неподъемная по деньгам, то есть оплачивать, в Америке учиться очень дорого. Даже самым таком обычном, таком, ну не захудал, таком прям вот среднестатическом колледже, это прям просто неподъемные суммы денег, которые нужно оплачивать. Вот такой у меня не было тоже возможности, Green Country 3 я не выиграла, и, собственно говоря, было время уже просто, ну как, уезжать. Но это был такой тяжелый для меня период, потому что я прям вот слилась с энергетикой. А почему после Нью-Йорка, после такого вот шебутного образа жизни, после вот этих огней, вдруг провинциальные Нидерланды? Вот очень резкий такой контраст, с чего вдруг? Да, да, я согласна. На самом деле, когда я была в Нью-Йорке, я, поскольку я изучала английский, у меня такое появилось, как бы, так сказать, не то чтобы увлечение, но мне заинтересовалась вообще темой прав человека. Я еще, пожалуй, заинтересовалась ей в России до своей поездки в Нью-Йорк, но там я впервые купила книгу, такая была толстая книга, was Human Rights Watch, это такая организация правозащитная. Я пыталась ее читать, английский мой был очень такой бедненький на тот момент, и это был просто, ну как бы, я помню, что мои соседки русскоязычные говорили, ну что ты вообще занимаешься каким-то сумасшедшим домом, это не по твоему уровню, вообще понимаешь, это за литературу. У меня там, не знаю, в каждой строчке было четыре слова, которые я не знала, так я выписывала эти слова в блокнотик, потом пыталась оставлять с ними предложение, все такое. Человек в этом отношении очень упорный, вот, и вот продолжала учить. Я в тот момент поняла, что я очень хочу получить западное образование, что мне это вообще важно, это интересный опыт. Я стала искать возможности, поскольку Америка сразу отпадала, у меня небогатая семья, я не могла оплачивать себе учебу, да, в Штатах, то я стала смотреть в сторону Европы. И вот как бы, ну, университет, в котором я отучилась в итоге-то, вот, собственно, был один из выборов. Я сюда приехала, в том числе и попутешествовать, посмотреть на университет, и как-то, в общем, сразу после этой поездки я незадолго начала как-то, в общем, пытаться общаться с людьми, кто здесь живет, пытаться узнать о городе, да, как-то вот наладить какие-то связи, и познакомилась с самим супругом. Вот, как-то вот так вот, желание учиться, наверное, мне и привелось. Слушай, немного природа, а вот если бы не было вот этого, значит, финансового вопроса, если бы было достаточно денежных средств, остался бы ты в Нью-Йорке или нет? Я думаю, что да. Я думаю, что да, даже вот как бы, мне просто настолько там эмоционально... И не то, что там идеальная какая-то жизнь, не то, что она очень такая прям хорошая или что-то, это просто вот очень, не знаю, как сказать, вот резонировало со мной, это мой город, мне там было комфортно, мне там эмоционально было классно, я чувствовала, что я, ну, вот, прям, что-то имею общее с этими людьми, не знаю, мне было там вот приятно. Поэтому я думаю, что сто процентов бы осталось. Наверное, самое лучшее, что вот было в Москве, ты нашла в Нью-Йорке, мое такое предпочтение. Наверное, наверное, да, наверное, чтительно. И плюс вот эта вот интернациональная атмосфера, это так круто, то есть ты можешь общаться там, хочешь, не знаю, общаясь там с русским комьюнити, если тебе это важно, конечно, там, на Брайтон-Бич, да? Или, я не знаю, там, с американцами или с каким-то, я вот не был период, когда я жила в таком как бы латинском секторе, да, то есть латиноамериканском, они все были американцы, но как бы латинского происхождения, боже мой, это вообще просто самое потрясающее время в моей жизни. Это был такой очень бедный райончик, но они такие позитивные, они такие классные, они такие вот прям вот, то есть реально я поняла, что совершенно не важно, что ты имеешь в жизни, да, вот это может быть очень так бедненько и скромно, но при этом ты можешь быть таким вот позитивным человеком и получать от всего абсолютный кайф. Они мне, конечно, преподнесли шикарно. Слушай, вот знаешь, вот я от многих слышу, что Америка, в принципе, так же, как и Австралия, это такой весь мир в миниатюре, где можно найти свои комьюнити, там, где люди живут с востока, с запада, с каких-то стран, греческие, итальянские, какие-то тайские, китайские. И вообще, на мой взгляд, это вообще очень здорово. Ну ладно, давай теперь немного о Нидерландах. Есть такое вот предпочтение, стереотипы, допустим, когда люди говорят об Австралии, у них сразу змеи, пауки, крокодилы, вот эти вот майты, которые такие вот какие-то бывшие дети заключенных, когда мы говорим о Нидерландах, в том числе австралийц, это сразу приходит на ум трава, грибы и девушки, но так как ты живешь там, все-таки туризм, это не иммиграция, это не проживание, вот насколько вот это вот вообще в реальной жизни похоже, или все-таки это вот чисто такое туристическое направление, а сама жизнь совершенно другая? Это абсолютно туристическое направление, то есть голландцы массово не курят траву, не едят грибы, уж тем более не ходят по девушкам, они такие, мне кажется, очень такие все семейные, очень такие, даже может быть такие как бы рациональные, где даже может скучноватые, то есть они не поклонники такого рода приключений, если мы это так можем назвать, поэтому это абсолютная картинка для туристов. Это не имеет ничего общего с реальной жизнью в Нидерландах, и так как вот устроены отношения между голландцами, по правде говоря. Слушай, интересно, от многих людей слышу, в том числе супруга моя два года назад была в Нидерландах, и говорит, что на ее взгляд голландцы очень похожи на австралийцев, они такие же открытые, такие же позитивные, никогда не залез в тебе в душу, могут и приюморить, и с сарказмом. Вот голландцы, вот какие вообще они, вот на твой взгляд, может быть на взгляд человек, который прожил в России, который прожил в Америке, вот как их так вот можно описать? Я думаю, что каждый человек очень по-разному будет воспринимать голландцев, это все зависит от твоего темперамента, характера, твоих взглядов. Я буду рассказывать только лично за себя, потому что это только вот мой сугубо индивидуальный опыт. Мне кажется, что да, они действительно приветливые, твои супруги совершенно правильные мнения сложились, они такие дружелюбные, они не лезут в душу, но это на самом деле, как бы это сказать, это не такое этическое, да, такое их поведение. Они не лезут в душу, потому что им просто вообще как бы неинтересны часто всего эти разговоры, то есть они очень закрыты, они, ну, то есть там нет вот этих наших душевных посиделок. Но это вообще, это типично для западного общества в целом? Ну, возможно, но я, например, жила, как я рассказывала, да, мой американский опыт, когда жила с латиноамериканскими такими товарищами, у нас были такие очень лучшие. Ну, латиносы, это совершенно другая история, это совершенно другой мир латинской Америки. Ну, да, ну, это понятно, но они как бы тоже американцы, да, они там первое поколение, они родились, выросли в Штатах, но тем не менее они сохраняют эту культуру, то есть там как-то можно, ну, может быть, не в такой форме, как там в России по душам, но тем не менее такие очень, такие искренние разговоры складываются. На латинской Америки они даже в рамках семьи могут быть очень закрыты, то есть даже со своими партнерами они могут быть закрыты, даже со своими детьми они могут быть закрыты очень. То есть все очень формально, там нужно вот на завтрак мы едим вот это, на обед мы едим вот то, на ужин мы что вы будете пить, потом вот это предлагают. То есть они вот как бы, они, я не знаю, это вот для меня это как вот, там, ООН заседает, например, да, там, как они там, Индия выразила свои там глубокие переживания по поводу ситуации в Бангладеш. То есть понимаете, ну, как бы это же вот очевидно, да, что никто на самом деле там ни за что не переживает, что это такая вот формальная игра слов. Ну вот, собственно говоря, примерно то же самое и с голландцами. Они так как бы вроде вежливы, вроде дружелюбны, но как бы это. Но при этом у них еще, да, у них может быть такой грубый юморок, который не всем нравится. Я вот буквально несколько дней назад слышала историю, как девушка одна приехала в Нидерланды, студентка, и потерялась, шла там с карты и наткнулась на какого-то пожилого мужчину-голландца. И там, ну, говорят, вот я там потерялась, как мне дойти до университета? Ну, естественно, там человек переживает, приехал в другую страну, на что у него дядечка это посмотрел и сказал, хм, в институт поступила, а карта читать так и не научилась. Вот это абсолютно, они считают это шуткой, Вадим. Понимаешь? Это сарказм. Вот для меня, да, вот это сарказм. Для меня это грубость, для меня это какой-то неуместный дурацкий юмор, неумение встать в позицию другого человека. Я не считаю, что это каким-то образом приемлемо в этой ситуации. И вот мне бы было как бы и есть от этого некомфортно, например. Кому-то это в кайф, кому-то, ой, ну, там, сьюморил человек. Ну, как бы я не очень. А так вот по жизни это часто встречается или нет? Да, 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 очень часто, да, да. Они считают, как бы, они вообще, голландцы, они склонны быть грубыми. Они говорят, ой, мы такие вот прямые, что у нас в голове есть, то мы и говорим. Но это не всегда так. Когда им надо дышать язык за зубами, они это делают прекрасно. Совершенно они это умеют. Если им нужно как-то тебя именно задеть, именно как-то вот поддеть, они скажут, ой, да мы такие простые, ой, да что ты, ой, нам что пришло, то мы сказали. А на самом деле там прям абсолютное такое когретное желание тебя так подковырнуть таки. Вот так что, да. Любят ли они говорить за глаза о человеке? Вот на твой взгляд? Да мне кажется, нет. Я как-то вот не замечала, чтобы они были сплетниками. Нет, как-то вот я, мне кажется, они тебе так в глаза, но так вот с подковыркой-то так. И как бы и все. И мне кажется, они как-то забыли, что они там как будто косточки перемывали, вот это с тем. Я как-то не заметила вообще, ну, не сталкивалась с таким пока. Ну, как бы все о всех говорят, это понятно, да, это жизнь. Но мне кажется, они не любители вот этих процессов. Нет, потому что пытаюсь вот сравниться с австралицами, австралицы все-таки это потомки англичан, но у австралицов есть такое, так за глаза чуть-чуть поговорить. Конечно, не то, что прям кости перемывают, но они скажут за глаза то, что не скажут тебе. Вроде бы кажется, должно быть наоборот, но так вот культура. Не, не, голландцы себе все скажут с такой подковырочкой, поколят тебя и пойду дальше заниматься своими делами. Ну, вообще-то, да, больше присущ европейцам, немцам, в принципе, голландцы тоже в Австралии живут. Слушай, если вот так вот разделить, скажем, вот голландские мужчины, на твой взгляд, какие они так в целом? Ну, конечно, сейчас я не буду говорить их в банальных фразах, они все разные, потому что русские мужчины разные, голландские, конечно, все разные. Но если говорить в общем и целом, такой, в общем, такой портрет, мне кажется, они очень семейные. То есть они могут там встречаться с разными девушками, проводить какие-то отношения там до того, как они определяются. Но когда вот они уже определились с выбором, да, что вот это моя жена, они действительно очень семейные люди. Они очень вовлеченные в заботу о детях. То есть это не просто папа, который там вот, я помогаю, да, это такой прям полноправный родитель, он и покормит, и уложит, он все знает, что ребенок ест. То есть он такой, как принимает решение. Часто-часто встречается такой тип голландцев, которые, например, не верят в брак. Я, кстати, об этом говорю в одной из своих видео. Это может быть такой шокирующей новостью. Я встречала большое количество девушек из разного, из Америки, да, из Азии, которые встречались с голландцами, даже предположить себе не могли, что как бы когда вообще речь зайдет о замужестве, не между ними, а вообще просто о теме замужества, да, их молодой человек выдаст такую сентенцию, что, ну, как бы, а я вообще в это не верю, как бы, а зачем, кому это надо, вот, да, да. То есть это у голландцев очень популярно, потому что здесь брак не единственная форма отношений между мужчиной и женщиной, или между двумя мужчинами и двумя женщинами. Здесь можно быть и замужем, можно иметь зарегистрированное партнерство, можно иметь контракт совместного проживания, можно иметь отношения на расстоянии тоже зарегистрированное. Слушай, мы сейчас говорим о браке как о какой-то официальной бумаге, которая, значит, связана друг у людей. Или мы говорим о создании семьи? Нет, нет, именно как официальные, вот, именно официальные бумаги. Создание семьи, они вполне себе могут создавать семью, как бы, в общем, но считать, что им совершенно не нужно там как-то, в общем, это все обставлять, да, в форме, там, свадьбы, даже не обязательно такой вот, да, пышной церемонии, а вообще в форме какой-либо церемонии. Хороший полот сэкономить. Да, хорошие, да, кстати, они в этом отношении, да, вот тоже есть такие голландцы, которые, у меня были девочки, там, приятельницы, с которыми я общалась в короткие промежутки времени, да, они рассказывали, когда-нибудь там, выделяли деньги. Да, вот как раз следующий вопрос хотел задать, да, да, да. Недели там по 100 евро, например, на продукты, а все, что остальное, дорогая, это тебе. Я не представляю, что она делала, если ей нужно было купить зимние ботинки, наверное, нужно было копить, я не знаю, а если зима пришла неожиданно, я не знаю, как тоже она справлялась с этой ситуацией, но там потом был человек, и он говорит, мне роди ребенка, я тебе буду давать больше. Я к этому уже рассказывала, у меня муж, конечно, говорит, боже мой, что это за страшная история, вот, да. Ну, или какие-то там рекомендации мужа, жене на тему того, что, знаешь, нам нужно больше жарить, нежели запекать в духовке, потому что вот газ очень дорого стоит. Уже наш бы сказал, пожалуйста, вот кухни делай. Да, 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 то есть, ну вот как бы есть у них такое, есть, они очень любят экономить действительно на газе, там выключить все, сидеть, там дома будет холодно, сейчас, правда, у нас есть такие печки с такими опилками, сейчас очень многие покупают эти камины, дома комфортнее, но даже когда я приехала 4 года назад, то есть это нормально, ты приходишь в голландский дом, а там холоднее, чем на улице, потому что там все на минимум, все батареи, нужно же все сэкономить, вот они сидят как капусты, все на себя одели, при этом так холодно, а спальня, вот как бы второй этаж там, где спальня, там вообще не топится, там 17 градусов. Это не холодно 17 градусов, это не холодно, поверь мне. Не холодно? Нет, в Астралии, ну раз встаешь с утра, у тебя 6. Да вы что, серьезно? Да, да, да. Так что, в общем, да, голландцы, ну в общем, да, они как бы в этом отношении там, да, такие специфичные. Голландские женщины-девушки. Голландские женщины-девушки, ой, ну вы знаете, тут на самом деле какая история? Да, голландские девушки-женщины, они получили независимость и равенство с мужчинами, ну, я так пожалую, мне кажется, гораздо-гораздо позже, чем наши, да, русские, советские женщины, то есть они, наши стали равны с мужчиной с приходом советской власти, эти, мне кажется, ну еще в годах 60-х, 70-х, в общем, никто не работал, вышла замуж, все, села дома. Да, то есть здесь, потому что мы думаем, что Европа такая прогрессивная, там у них там равенство и все прочее, на самом деле все совершенно не так, мы гораздо раньше стали ровнее с мужчинами, и уже во всю эту игру поиграли, для них это все новое, они бегут на работу, для них я работаю, у меня свои деньги, то есть они такие вот как бы очень эмансипированные, я бы сказала, даже слегка иногда агрессивно эмансипированные, да, что они как бы вот это вот мое, плюс еще, естественно, ну как бы они совсем другие, если сравнивать с славянскими девушками, да, у нас там женщина может там и пахать на трех работах, да, и при этом, в общем, там заниматься бытом и печь, и все такое, при этом она такая вся женственная, такая мягкая, нет, это работает два дня в неделю. Вопрос на долг или хватит, да. Да, 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 это точно. Тут она, голландская женщина, может работать два дня в неделю, при этом там покупать полуфабрикаты, и кричать, что я же работаю, у меня свои деньги, то есть они такие вот прям очень многие вот за, прям вот, потому что их мамы сидели дома, их бабушек вообще увольняли с работы, и когда они походили замуж, это было нормально, мне свою кровь лично рассказывала, ее мама, когда вышла замуж, все, как бы тебя официально увольняют с работы, ты сидишь дома, занимаешься только детьми, вот, для нас, конечно, это как бы, ну, что это вообще такое? То есть голландки это такие, такие девушки в штанах, такие вот? Такие, да, да, они такие, это правда, плюс еще часто вот у них такой язык, немножко грубоватый голландский, он такой гортанный, там много таких звуков, и когда они вот общаются на этом языке, они такие, у них есть любимые такие сапожки на маленьком каблуке, они такие все боевые девушки, в общем, да, 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 и при этом они не очень сильно там парятся насчет каких-то там, так скажем, внешних, да, таких своих проявлений, это не то, что русские девушки, которые любят за собой ухаживать, вот это все волосики сделать, нокаточки покрасить, это не очень интересно, огромное количество женщин можно встретить, которые, ну, вот, если она с утра там умылась, почистила зубы, да, ну, и вышла, собственно говоря, в общем, ей прекрасно. Что там было запускать, да, если так удобно. Сделала хвостик, да, да, сделала хвостик, да, и она уже красавица с утра, ну, вот, типа того, как бы они это, там, сидеют часто женщины, они не красят, никак седину не скрывают, то есть появляются морщины, они тоже ничего не пытаются сделать, там ничего колоть, мазать, там куда-то идти, ну, как бы вот появляются и появляются, при этом у них все прекрасные мужчины рядом, как все голландцы, высокие, красивые, в общем, не нужно как-то по-особенному стараться, видимо, не знаю. Почему я спрашиваю? Потому что, знаешь, очень часто такие вопросы, а вот так вот переехать так в другую страну, вот брак, вот, либо найти, значит, девушку, либо найти парня, вообще, как относится вот так к выходцам вот в постсоветское пространство, то есть вот именно на тему браку, реально ли с кем-то там познакомиться, создать семью, ведь у тебя довольно-таки удачный вариант? Я думаю, что, конечно, реально, как и везде, но я думаю, что реально все-таки с человеком, который имеет чуть более другие взгляды, да, вот не такие вот, как я говорю, internationally minded, да, который как бы с открытым умом, да, готовность принимать другие культуры, возможно, человек, который ищет что-то другое, чего нет в голландских женщинах, например, да, возможно, ему нравится там азиатская культура или какая-то там, не знаю, другая, поэтому, да, это как бы возможно, но все равно, конечно, большинство голландцев есть как бы некая подозрительность, ну, как бы вот, да, особенно, это не только как русским, я так считаю, в принципе, поляки, латыши, в общем, все люди, да, с бывшей такого советского лагеря. Восточная Европа. Ну, в принципе, если учитывать контингент, который сюда приезжает на такие простые работы, ну, как бы по ним сразу прям вот видно, да, такие ухоженные голландцы, да, и вот эти вот такие полу какие-то там выпившие мужчины, понятно, вот склады, которые приехали там на работу на фабриках, ну, как бы, хотя на самом деле, конечно, когда дело касается таких квалифицированных работ, там серьезные люди, собственно говоря, пока не услышал, на каком языке разговаривает человек, так же дело было и в Америке, ты даже никогда не скажешь, что он там из России или с какой-то другой страны, да. Ну, да, конечно, много очень зависит от человека, в принципе, так же, как и в Австралии, для некоторых брак с человеком с другой стороны является какой-то такой изюминкой, но для большинства смотрят все-таки так, с подозрением. Ну, я думаю, что да, здесь то же самое, может, в Австралии даже чуть полегче, потому что все-таки это страна иммигрантов, тогда как-то, в общем, это принято и понятно, нет таких глубоких корней, да. Да, да, здесь как бы люди, которые отсюда, они голландцы, да, ты как бы, это, кстати, вот такая, мне кажется, очень большая проблема для многих иммигрантов, я встречала большое количество людей, которые родились и выросли здесь, которые, в общем, рады были бы себя соотносить полностью с голландской культурой, но когда я их спрашиваю, например, ой, так, ты здесь родился, да, там, у чернокожего юноши, например, и он говорит, ну да, я как бы голландец, и он как бы как будто оправдывается за что-то, я как бы, типа, это, дуд, все нормально, как бы, ты голландец, я как бы, мне все равно, что ты там черный, да, ну, как бы, я просто спросила, да, поскольку у тебя прекрасный голландский, я подозреваю, что ты здесь родился, вот, и многие действительно не могут, потому что для них ты всегда остаешься, вот, у них есть даже такое слово, аллахтоуна, то есть человек как бы не местный, не коренной, и как бы от этого невозможно, грубо говоря, даже избавиться, то есть если ты приехав в Канаду, можешь стать канадцем, и какой-то человек, там, не знаю, азиатского происхождения спокойно скажет, что он канадец, у него нет никаких проблем с этим, то сказать, что ты голландец, ты никогда не сможешь, у меня будет прекрасный голландский язык, у меня уже есть паспорт, но это мне никак не поможет, они услышат малейший акцент и спросят там, ой, откуда ты, и все, и будут все равно на тебя смотреть через призму страны, к которой ты приехал, это не только с русскими, это совсем, я знаю большое количество мусульман, турков, которые здесь живут уже вторым и третьим поколением, и многие голландцы просто приходят, да, и говорят там, ой, у тебя такой прекрасный голландский, как ты его так выучил, они говорят, ну, вообще-то я здесь родился, вот. А на самом деле это вот такая подковырка, потому что тоже, когда вот народ переезжает поначалу, не знаю, спрашивают, откуда вы думаете, что интересуется, на самом деле такой, некоторый такой саркотический укол, что ты чужой здесь, в некотором роде. Да, да, абсолютно, абсолютно, Вадим, ты полностью, да, 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 ты здесь чужой, да, это то, что хотят показать. В Америке я такого вообще не ощущала, там действительно они такие, как бы, позитивно, сумасшедши, наивные, они правда как бы... Да они все такие там, да. Да, они такие все там, ой, там ты все приехал, как хорошо, там Путин тебя не догонит, сейчас тут есть свобода, никто тебя не будет притеснять, а какая у тебя мечта, понимаешь, они вот такие, они на самом деле такие, они не прикидываются, они ничего не разыгрывают, это не какой-то, не какая-то такая приемлемая форма поведения, они действительно такие люди, это, на самом деле, для меня вот это была прям такая теплота на сердце, поэтому мне очень хотелось там остаться, здесь все-таки, как бы, совершенно, да, другая ситуация. Вот знаешь, у нас одно время тоже подумывали переехать из Австралии куда-то в Европу, все-таки пожить в Европе, это культура, цивилизация, музей, все вот это вот. Рассматривали Германию, рассматривали Австрию, но потом, когда попутешествовали побольше по Европе, мое личное представление было такое, что в Европе хорошо быть туристом, в Европе хорошо поесть посмотреть, но все-таки жить лучше в Австралии. Но это мое личное представление. Да, я не жила в Австралии, но у меня, в принципе, то же самое, как бы, если бы не мой супруг, наверное, я не думаю, что я бы выбрала вот остаться в Нидерналах, несмотря на все благополучие, уровень жизни, ну, конечно, не сравним, там, с Москвой, с Россией даже. Да, но, тем не менее, конечно, я не думаю, что это вот самая удачная страна, поэтому у нас долгое время даже с мужем были разговоры в семье, мы, как бы, рассматривали этот вопрос, что, возможно, мы куда-то эмигрируем, потому что мне было конкретно некомфортно. Здесь есть такая еще история, которая называется интеграционные экзамены. Их очень много. Это четыре части по языку, плюс одна часть по тому, как устроено голландское общество, голландское правительство, а другая часть должна доказать, что ты можешь найти работу. И все это стоит денег, и все это такая огромная бюрократическая проволочка про вопросы, как устроено голландское общество, это, ну, просто что-то с чем-то. Там такие вопросы из серии, там, а можно бить геев? То есть, вот, если ты увидела, там, два мужчины-гея целуются, можешь ли подойти их и сбить, например? А можно ли насиловать женщин? Нет, я сейчас серьезно, Вадим, это реальные вопросы, ну, как бы, то есть, там нельзя говорить, какие вопросы у тебя были на экзамене, но те книги, которые тебя готовят к вопросам на экзамене, они идентичны тому, что у тебя будет на экзамене. Это все, что я могу сказать, потому что мне официально нельзя говорить, какие у меня были вопросы на экзамене. Это шанс того, что тебе их аннулируют, да. Но это, правда, вопросы идентичные, как в книге. Там, если женщина употребляет, там, не знаю, противозачаточные таблетки, пьет, может ли она забеременеть? То есть, какие-то вот вопросы, знаете, такое ощущение, что человек просто приехал, вот, и у нас пальмы слез. Они настолько расистки, настолько... Вот я даже по этому поводу писала дипломную работу, краски сравнивала, как Канада и Нидерланды, по-разному относятся к своим международным обязательствам в сфере иммиграции, так будем говорить. Ну, это большая работа, которая полгода ушла. И, да, вот есть такая история, да. Возможно, как-то отклонилась твоего вопроса, прошу прощения. Нет, кстати, очень хорошо так зашли. Если ты рассказываешь вот именно вот о ассимиляции жизни, как вообще реально, какими путями в Нидерланды переехать? Так, чтобы вот приехать, там и остаться. Все-таки Канада далеко, Австралия еще дальше. А это все-таки Европа, для тех, кто живет в европейской части России. Я, кстати, только видео записала на эту тему, ты прямо вот, Вадим, созришь в пойме. А мы ссылочку сделаем внизу. Да, обязательно, да-да-да. По сути говоря, путей несколько. Они, мне кажется, идентичны другим способам иммиграции. Ну, во-первых, это, конечно, переехать сюда по работе. Но, как правило, это, конечно, квалифицированная работа. То есть, там уборщики, мойщики, как бы здесь не востребованы. Это не подойдет, то, что здесь называется кеннис-эмигрант. То есть, эмигрант со знаниями. Естественно, нужно иметь хорошего работодателя, который готов за тебя хлопотать, готов себя сюда вызывать. Конечно, как правило, это все-таки... То есть, сначала надо его найти, а потом уже приехать. Конечно, конечно. Я сейчас с супругом разговаривала, говорю, вот там спросил у мужа, я говорю, вот мне сейчас с вами будем общаться. Говорю, с Вадим, вот мне расскажи, какие профессии востребованы. У меня муж так завис, говорит, ну, мне кажется, ну, естественно, в сфере IT-сектора, потому что у меня муж программист, он, да, работает с искусственным интеллектом, говорит, да. Ну, различные исследования, университеты. Вот, кстати, университеты здесь действительно прекрасны. Я просто человек, который в теме вот именно этой академии, то, что здесь называется. Здесь очень выгодно делать PHD, да, то есть докторскую, или то, что у нас, знаете, кандидатская, да, в России. Очень выгодно, потому что она полностью оплачивается как работа. В большинстве стран тебе еще нужно платить, чтобы написать свое PHD. Или тебе дают какой-то там небольшой грант, который вот, ну, едва хватает на выживание, я просто знаю. Но если ты хочешь заниматься научной деятельностью, приехать сюда писать свою докторскую, да, или кандидатскую по-русски, это просто абсолютно лакомное место, тебе еще здесь будут платить. Конечно, нужно выиграть это место, но, тем не менее, там очень хорошая зарплата, очень хорошие условия, то есть ты можешь вообще не напрягаться, не думать о никаком финансировании, вот, а просто, грубо говоря, заниматься своей научной деятельностью. Можно также переехать через учебу, да, сначала поступить в университет, отучиться, получить высшее образование, да, и потом тебе есть очень такое, тоже очень такое приятное условие, тебе год дают на поиск работы. То есть ты можешь год оставаться в Нидерландах и искать себе работодателя. На самом деле это возможно, у меня есть лично, например, знакомые девочки, с которыми мы вместе учились, они из Москвы, они нашли работу здесь, как правило, это большие компании, конечно, корпорации, которые могут себе это позволить, да, привести человека, но, естественно, местное образование, тут какие-то плюсы. Плюс приехать сюда можно по семейным обстоятельствам, так как это сделала я, да, к своему там супругу, либо просто молодому человеку, здесь не обязательно быть женатым, или не обязательно сразу пожениться, после того, как ты приехал, это как бы твоя, как бы, ну, зона ответственности, хочешь женись, хочешь не женись, голландцы, к этому свободно. Можно приехать к однополому партнеру, как я уже всегда говорю, здесь тоже это абсолютно нормально, однополые браки. Вот, ну, естественно, можно попасть как беженец еще, но это нужно доказать, что ты действительно, в общем, соответствуешь критериям того, что тебя как-то притесняют в твоей стране, что тебе опасно туда вернуться, и это уже какая-то отдельная, совершенно сложная процедура. Я не рекомендовала бы ее, честно говоря, никому избирать ее, как такой, в общем, проходной билет. В Америке делают это часто, там, что вот мне притесняют, что я баптист там в России, например, по каким-то религиозным признакам, или что вот там я гей, я даже знаю, лично знала парня, который вообще не имел отношения к гей-сообществу, но при этом он сделал все это, в общем, процедуру оформил, как то, что он гей, остался в Америке, получил такие грин-карту. Здесь такие фокусы не пройдут, голландцев как бы все очень четко, нужно быть максимально честным. Слушай, я слышал то, что большинство голландцев очень хорошо говорят на английском языке. Достаточно ли будет хорошего знания английского для того, чтобы приезжать либо на учебу, либо искать работу, или вот если уже нашелся работодатель, или все-таки нужно учить местный язык? На самом деле более чем достаточно. Особенно если какая-то техничная профессия, голландцы прекрасно говорят по-английски. Это даже большая проблема, потому что пару лет назад в Гааге большое количество экспатов даже носили такой значок на груди, где-то было написано «пожалуйста, говорите со мной по-голландски». Потому что они как только слышат человека, который как-то пытается что-то сказать на голландском, но ему сложно, они говорят «Ой, типа иностранец, не проблема, сейчас будем по-английски». Их уже невозможно остановить. Люди как-то хотят практиковать язык, особенно если они живут в таком international community, у них нет выхода на местных жителей, так скажем, для них такие небольшие разговоры, они очень важны. Поэтому да, более чем достаточно. Они с детства смотрят диснеевские мультики, без перевода дети, очень рано у них начинаются языки в школе, то есть там изучать английский, французский, немецкий, это вот прям стандарт просто в школе. Да, то есть европейцы знают очень много языков, особенно вот в Нидерландах, например, в Бельгии, в соседнем, там вообще два государственных языка, фламандский, да, это как бы вид голландского, и французский. Поэтому там, ну, в общем, да. Да, кстати, слышал о таких интересных, своеобразных взаимоотношениях бельгийцев и голландцев, две соседние страны, это чем-то можно сравнить параллели австралийцев, новозеландцев, или, скажем, русских украинцев до всех этих кризисов. Вот какие вот они такие взаимоотношения? Как они подкалывают друг друга? Они постоянно друг к другу подтрунивают, но это просто бесконечно. Когда-то же там в Бельгии я ходила в состав Нидерландов, да, Голландии, и они просто, ну, постоянно, вот когда мы с мужем едем, они просто не могут остановиться. Во-первых, в Бельгии очень плохие дороги, по сравнению с голландскими, да, то есть там прям постоянно, как въезжаешь в Бельгии, начинаешь прыгать по этим дурацким кочкам. А в Бельгии, я думаю, потому что экономика Бельгии и Голландии слабше, чем экономика Нидерландов, и, в общем, они постоянно строят такие ремарки, что-то вроде там, ну, мы же говорили, не надо, вот они вот, посмотри сами, ничего не могут, ничего. То есть голландцы так высоко на них смотрят, на бельгийцев не много. Да, да, они тупые, ну что, не видно, посмотри, вот что они сделали, а вот тут. То есть это постоянно, вот они их просто троллят, и троллят, и троллят, что мы же говорили, не надо никуда уходить, ну, куда вот они рыпаются, Смотри, вот этот бардак. Ничего не могут, ничего. Ну, в общем, как бы да, они любят друг друга, да. Слушай, вот ты говорила про брак. Насколько государство влезает в отношение брака, в отношение семьи? Потому что если сравнивать с Австралией, и тот, кто решил заключить брак в Австралии, правительство буквально в течение трех лет фактически ночует в кровати. То есть надо доказывать совместное проживание, совместное ведение хозяйства, потому что очень большой соблазн сделать такой фиктивный брак. Не секрет, очень многие, скажем, берут от 50 до 100 тысяч долларов в течение трех лет кого-то приглашают, якобы пожили, развелись, получили человек гражданство или ПМЖ. В Голландии насколько это тяжело? Я вообще ничего подобного не ощутила. И, честно говоря, никогда не слышала единого рассказа, что как-то вообще хотя бы как-то проверяли. Вот, честно, все как-то очень-очень легко расслаблено. Ни одной проверки никогда не было, честно. Вот просто как-то тебе сразу верят, если ты как-то доказал подлинность своих отношений, вы там прикрепили какие-то документы, фотографии, показали, что вы встречались, летали друг к другу в гости. На начальном этапе вы сюда переехали, все, никто вас вообще не трогает. Вот просто вообще никто. Это, кстати, действительно очень приятно. Я просто как-то об этом не думала, да, и воспринимала это, как говорится, took it for granted. Вот, да, но как бы сейчас я понимаю, что да, действительно это было бы неприятно, если тебя постоянно подозревали бы вот фиктивность отношений, тебе нужно было что-то доказывать. Вот, нет, такого здесь нету. Но здесь партнер, да, как в Гидерландии, супруг или супруга, неважно кто это, или просто, ну, партнер. Они имеют право пойти в местный сити-холл, написать заявление, что, скажем, они не хотят этих отношений больше, да, им как бы, ну, не нужно это. И вас очень быстро попросят, там, в течение двух недель вам придет письмо, что вам нужно как-то с вещами на выход. Вот такая история, да. То есть это очень легко, тебя могут туда обратно вернуть, это вот прям без проблем. Слушай, вот заговорили о семье. Жилье. Насколько тяжело или дорого снять, или купить так вот в среднем? На самом деле у нас очень интересная история. У нас легче снять жилье, то есть легче купить жилье, точнее дешевле, да, по ежемесячным платежам, нежели его снять. Рент у нас очень дорогой, особенно тот рент, который, как здесь называется, фрай-сектор, это как бы свободный сектор, сектор, который не субсидируется государством. То есть ты полностью оплачиваешь свой рент сам, не с какой-то там социальной группы, где тебе нужна помощь. Он гораздо дороже, нежели если ты взял ипотеку и выплачиваешь свои месячные платежи. То есть вот нидерландцы, голландцы хотят, чтобы была некая стабильность, чтобы люди как-то, в общем, якорились, как говорится, да, в своих домах и имели какую-то вот такую вот предсказуемость. Поэтому да, но огромное количество социального жилья, субсидируемого жилья, я, кстати, об этом тоже говорю в своих видео, что это немножко убивает, как мне кажется, мотивацию нидерландцев, да, потому что, например, мы живем в квартире, которая находится в свободном секторе, мы полностью сами оплачиваем, и новостройки здесь рядом. Буквально через там блок, да, у нас там такой же дом, похожий примерно на нас, с чуть-чуть меньшими квартирами по площади, но такой же новый, такой же классный, и это социальное жилье. То есть там, может быть, люди платят за ренту, ну, я не знаю, там, 200-300 долларов, остальное им покрывает государство. А, здорово. Да, есть, конечно, люди, которые действительно это заслуживают, люди, имеющие какую-то там инвалидность, например, да, и там какие-то, ну, мало ли, может, какие-то психические проблемы, там, разные ситуации. Ну да, да. Но есть люди, которые просто с лихвой паразитируют на системе, они просто это делают профессионально, они просто не хотят работать, и голландцы готовы им давать деньги, готовы давать все, что угодно, только бы они не шли, не занимались криминалом, ничего такого не делали. А потом мы видим такие прекрасные баннеры о том, что круто, в Нидерландах закрывают тюрьмы, нет заключенных. Но тут пока ничего страшного не случилось, полиция даже никак не вмешается. То есть они будут говорить, ой, ну не надо, ну будьте хорошие к друг другу, ребят, там, не ругайтесь. Давайте же дружно, да. Да, и в серии там, да, когда убьют, придете. Ну, как же, в серии, да, да, есть такая история. А вообще, вот, относительно доходов, расходов, скажем, если человек приехал, скажем, как студент учиться, да, значит, приходится где-то жить, или человек, который приехал на работу, приходится оплачивать жилье, вот, насколько это вот из общего, как бы, из общей картины доходов, значит, затраты на жилье? Допустим, в Австралии, вот, если ты живешь, жилье здесь относительно дорогое, то есть примерно треть твоего дохода будет уходить на съемное жилье. Здесь тоже так, Вадим. Я не могу сказать, я ужасно в цифрах, мне прям, мне все равно очень страшно, когда мне задают какие-то вопросы, связанные с цифрой, я начинаю как раз не теряться, потому что я у меня ужасно в цифрах. Но на самом деле, большая, может быть, не большая, но большая часть семейного дохода, да, действительно уходит. Особенно если, вот, как у нас сейчас это рент, мы купили дом буквально недавно, он прям, вот, там, 21 числа будет уже официальная сдача, это новостройка, и мы будем переезжать, надеюсь. Летом мы будем жить уже в доме, и мы, конечно, очень ждем этого момента, когда мы сможем избавиться от этого дорогущего рента, который у нас есть на данный момент, потому что просто сооблачный, вот, и будем жить в своем собственном доме. Но, кстати, я не добавила такой важный момент, чтобы купить жилье в Нидерландах, необходимо иметь постоянный контракт. Это тоже, как бы, особенная история, если вы только получили работу, как правило, есть исключение, но, как правило, вам сразу не дают постоянный контракт. Это может быть контракт на полгода, контракт на год, да, там, два раза вам могут его продлять, и потом вам дают постоянный контракт. То есть это тоже важно, нужно иметь хороший доход, смотреть, сколько конкретно вы можете взять в банке под ипотеку. То есть это не то, что я сказала, что дешевле жить в своем жилье, покупать. Но это тоже не так просто сделать, там тоже есть определенные критерии. Так что вот такая история. Ладно, слушай, еще хотел много тебя расспросить про работу, про образование, но, наверное, будет легче ставить ссылку с твоего видео, потому что иначе у нас просто по времени мы за все границы вылезем. Да, да, это точно, да. Слушай, небольшой вопрос по теме карантина. Потому что посмотрела статистику, что-то в Нидерландах около 15, что ли, тысяч, что-то очень такая большая. Я пытаюсь просто не смотреть. Большая цифра относительно небольшого населения, но, по крайней мере, смертность там не очень высокая. Но в целом вот население как реагирует? Сидят ли по домам? Вот сказали сидеть дома, все сидят дома и никуда не уходят. Потому что в Австралии сидеть дома, извините, перебью. Но можно заниматься спортом. У нас все сразу спортсмены, все сразу вымежали, бегают, отжимаются. Потому что спортзалы все закрыли. Гоняют на велосипедах, целыми семьями. В общем, просто страна целая спортивная стала. Как в Голландии? Интересный вопрос. Кстати, вот в России тоже сейчас эти анекдоты ходят из серии, что меня там назовут собачка-жучка. Я одна живу в подъезде, и сегодня у меня выглядели 60 раз. Это вот как бы вот эта вот история. На самом деле нас просят оставаться дома настолько, сколько это возможно. Но у нас очень все, как я говорю, лайтово. Очень все, очень так на релаксе. То есть у нас нет таких строгих каких-то вот мер. Нам можно выгуливать собак. Нам можно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Самое главное, что нам нужно держать дистанцию полтора-два метра. В магазинах это все расчерчено. Естественно, закрыты все кафе, рестораны, какие-то увеселительные, кинотеатры и все прочее. Ну, можно ходить, дышать воздухом. В остальном, ну, вот нет такого, что нам сказали, сидеть и не выходить. В Низерландах не принято вот эти маски носить в России, которые нужно массово носить. Здесь никто это не носит. С собой, конечно, стараются носить синитайзеры, там, обрабатывать руки. Где-то они стоят даже бесплатно в магазинах. Это тоже можно делать. В остальном, на самом деле, все как-то вот очень так. Конечно, нельзя ходить к дому престарелых, безусловно, они закрыты. Я вот в этом самом видео рассказывала, как мило это я проходила мимо дома престарелых. Там их такое большое окно. Но девочки какие-то принесли доску такую, на которой писать. И играли в какие-то там игры, значит, с бабушками, с дедушками, которые сели окошко, там, не знаю, что они отгадывали. Вот буквально недавно я проходила через улицу. И там тоже все соседи, значит, вышли из серии перед своими дверьми. У нас такие прямые улицы. И тоже играли, значит, в домофон, там, озвучивали какие-то цифры, что-то там вычеркивали. В общем, целые улицы, да. Ну, каждый как бы сидел у своего дома. Вот поэтому как-то все, конечно, замедлено, но, как бы, тем не менее, не так все вот строго, например, как в России, да. То есть, получается, общество в целом законопослушное. И если сказали, значит, следовать каким-то правилам. Я считаю, что стараются. В первые дни, конечно, многие не понимали, что это. И многие наговорили, ой, да это обычный гриб, да это вообще не важно. Как бы, ну, там все прочее. Массово там бежали к морю. У нас тоже здесь Северное море. Не особо покупаешься, но посидеть приятно. Вот. И, в общем, там были такие прям, да, люди собирались вместе. Сейчас, как мне лично кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что люди стараются следить за этим. Стараются действительно не собираться вместе. Ну, как-то говорю. И опять же, нет такой строгости, что там нужны какие-то пропуска, чтобы выйти в магазин, как сейчас это вот в России, да. Что не можешь там в Москве, я вот знаю, мне мама рассказывала, там, выехать из города, например. Там, да, тебе нужен какой-то пропуск. То есть ничего такого нет, все как-то, ну, более-менее, да, переживаемо. Слушай, у нас вот буквально 5 минут вот осталось. Есть ли какие-то пособия для тех, кто потерял работу в связи с вот этими, значит, в связи с этой изоляцией? То есть государство как-то помогает или нет? Да, всегда. У нас суперсоциальное государство, мы 40 плацентов своей зарплаты даем на налоги. О, это много. Да, да, очень много. У нас действительно, как бы, это тоже есть причины, почему мы с мужем думали, там, о миграции, Канаде, Австралии. Вот, Анатолий Снадв, канал Сергея Гудзина в том числе. Государство очень-очень помогает. Да, я даже мне муж рассказывал, что если кто-то там потерял, если доход компании, в общем, уменьшился на где-то 19%, то до 90% компенсируют выплату зарплат сотрудникам. То есть государство помогает 90%, чтобы вот такая маленькая компания смогла платить зарплату всем сотрудникам. Я думаю, там еще, я просто пыталась читать, там, огромное количество, там, в этом секторе так, в этом секторе так. Но зная нидерландцев, зная Голландию, как здесь со всеми носятся, даже с теми, кто это совершенно не заслуживает, вот за это можно точно не переживать. Люди вот в полном порядке. Вот это было бы отличной темой для видео вообще. Рассказать, как там, с пособиями, именно с финансовой помощью. А штрафы, полицейские злоствуют, не злоствуют? Я, по крайней мере, не ощутила, я слышала там про какие-то штрафы вроде 400 евро, если люди не соблюдают дистанцию. Ну, как-то я никогда своими глазами не видела, чтобы что-то такое происходило. У нас вообще какие-то очень уж добрые полицейские, наоборот, иногда бы как-то там посерьезнее, посуровее бы, да? Но как-то вот нет, все очень, опять же, мягко, очень дружелюбно. По крайней мере, из моего опыта. Ладно, последний вопрос тогда. Вот ты живешь в Нидерландах, можешь ли ты сказать, что Нидерланды теперь твой дом, и ты вот теперь все там осело и больше никуда не поедешь? То есть, ощущаешь, что вот ты находишься на своем месте или все-таки, возможно, куда-то вы на вас в Нидерланде? Да, все-таки, возможно, куда-то, да. И муж меня ощущает точно так же. То есть, в ближайшее время мы здесь, потому что у мужа есть работа, которая ему интересна, которая ему нравится. Да, мы сейчас купили дом, то есть на ближайшие несколько лет, да, мы здесь. А потом, как бы, кто знает, учитывая профессия моего мужа, да, как программист. То есть, они, естественно, могут быть очень мобильны в выборе места жительства. Поэтому я не могу сказать, что это вот страна, которая прям вот меня попала, и мне здесь очень комфортно. Это хорошая страна, страна, которую я за многого очень уважаю, которая многого достигла, и действительно прям огромный-огромный респект. Но чисто вот по менталитету, по атмосфере, по эмоциональному климату, для меня это вещи просто безумно важные. Это не совсем мое место, но мне здесь комфортно, я как-то свой быт обустроила. В общем, я получаю удовольствие от того момента, где я здесь, но я не уверена, что это навсегда. Тогда добро пожаловать в Австралию. Да, я знаю, что ты большой поклонник Австралии, ты постоянно, в общем, агитируешь за это. Вот, ну, ладно, огромное спасибо, а то действительно время уже поджимает. Было очень интересно, значит, с тобой пообщаться. Пожалуйста, скинь тогда ссылки, я сделаю ссылки внизу. Обязательно. В описании под видео. Ну, и вы, ребята, конечно, переходите на канал Александра, потому что, ну, действительно, человек, который живет в Европе, видите, это изнутри. Это все вот так вот супер. Еще раз тебе огромное спасибо. Спасибо, мне тоже было приятно общаться. Пока-пока. Пока.